Давайте двигаться дальше. Второй выступающий из Тайваня, это, вернее, выступающая, Мин Фан Йен, она расскажет о том, как выполняется популяционный скрининг в Тайваньской республике. Я надеюсь, что вы уложитесь в 15-18 минут, но потом у нас там 2-3 минутки могут быть на дискуссии, на вопросы. Спасибо за представление. Спасибо за внимание. И мы видим, что после того, как этот вариант скрининга был введен с мазком цервикальным, то у нас тренд пошел вниз. В том числе и инвазивный рак шейки матки пошел вниз. Есть также программа скрининга и для рака ротовой полости, потому что всем известно, что курение, жевание бетеля и употребление алкогольных напитков способствуют развитию рака ротовой полости и пищевода. У нас большое количество мужчин, где-то 10% населения жуют бетель и, соответственно, этот рак присутствует в национальной картине заболеваний. Поэтому, когда мы составляли программу национального скрининга, то рак ротовой полости вошел в эту программу. И люди жуют на самом деле не только маленькие кусочки бетеля, но жуют целиком орехи. Это получается высокая доза, и сама по себе эта доза уже вызывает высокую заболеваемость раком ротовой полости в Тайване. Поэтому этот вид скрининга вошел в национальную программу, о которой рассказывал профессор Тон Чен. Из 1999 года мы запустили эту программу широкую национального скрининга. Мы вообще в программе 5 типов рака смотрим, включая те, которые я уже упомянула, колоректальные, рак шейки матки, рак груди. Кроме того, мы еще смотрим на рак печени в сочетании с хроническими заболеваниями. Как это выглядит? Вот это такой скрининг через население. При этом мы не приглашаем их в клиники. Наоборот, мы, специалисты, приходят в передвижных пунктах, принимая население. И периодически они передвигаются, эти точки, в зависимости от того, где мы хотим сфокусироваться и какое население хотим провести через скрининг. А вот здесь результаты национального скрининга. Как я уже сказала, с 1995 года, каждые три года мы предлагаем такой скрининг через цервикальный мазок. С 2004 года у нас скрининг на рак груди идет через мономографию раз в два года. Колоректальный рак скрининга раз в два года проводится. Это тесты на скрытую кровь в Кали для возраста от 50-69-2004 года. И в рак лотовой полости мы ведем скрининг для высокорискованных групп с 2004 года. А теперь я по каждой программе попытаюсь вам представить информацию. Начнем с колоректального рака. В национальном подходе, который мы применяем для всей страны, с первого этапа, 2004-2009 год, это вот первый этап скрининга, когда большинство видов рака, которые мы наблюдали, шли по модели аутрич, то есть когда мы выходили навстречу населению. И за эти шесть лет через скрининг прошло более миллиона людей. Мы смотрели на наличие колоректального рака. Но с 2009 года правительство решило расширить покрытие этой программой. Потому что один миллион — это где-то 200% подозреваемых людей, у которых есть возможности этого рака. Мы решили открыть такие точки еще и в госпиталях, и в медицинских учреждениях. И распределили там специальные наборы, которые помогали бы сотрудникам больницы проводить такой скрининг. И вот эта цифра, которая здесь показана, за три года, с 2010 года, через скрининг прошло больше двух миллионов человек. Смотрели на предмет колоректального рака. У нас есть таргетные группы в населении. И поэтому сейчас в дополнение к аутричу у нас еще люди приходят в клиники, в медицинские учреждения за скринингом. И для положительных результатов направление выписывается на колоно-ректальную скопию. И определяется степень, и дальше пациенты наблюдают. Также одновременно находятся и аденомы. А тех, у которых рака не обнаружено, их приглашают через два года повторить скрининговую процедуру. Для этой программы были выделены силы из организации здравоохранения в нашей стране, которые нам помогают. И соединяют наши наборы данных с центральными банками. Потом у нас есть теперь реестры по раку, по скринингу, по популяционные реестры, региональные реестры. Это все можно свести воедино для того, чтобы посмотреть полную картину и по ракам, и по смертности. Ведется регулярный мониторинг. Нам помогает в этом интегрированная компьютерная система информационная. Как я уже говорила, у нас разные реестры, и популяционные, и по скринингу, допустим, по цервикальному маску, и реестр рака. И все эти данные соединены, при этом с любой точки человек в этой системе может зарегистрировать ту информацию, которую нашло его медицинское учреждение. И получается, что коллеги, получив информацию от нас, выписывают направление и проверяют, сколько было положительных результатов, во сколько направление было выписано. И также сказать, вот за эти два года нам удалось унифицировать систему отчетности по колоноскопии. Это улучшило ситуацию. Вот информация графически представила. Как я уже сказала, что с 2010 года новый этап этой программы идет, и мы нарастили обороты скрининга с 2010 года. Поскольку к нам подключились госпитали после 2010 года, и уровень положительных результатов вырос в два раза по сравнению с первым периодом. Но количество направлений снизилось. И не сильно выросло число положительных результатов. Не сильно выросло. А вот соответствующие цифры. Возрос объема скрининга. Высокий, повышенный положительный выход. Положительных результатов. И время ожидания выросло. По кололектальному скринингу мы обнаружили те случаи, которые плохо регистрируются. Мы смотрим, какой прогрессией являются эти раки. Нулевого, первого, четвертого. И почти. Кому отказывают в лечении. Что касается выживаемости, то мы видим, что скрининг показал более хорошие результаты. И показатели отличаются среди тех, кто обращался за помощью или не приходил на прием. И здесь я хочу показать вам, как мы привлекали участников скрининга. Что касается других видов рака, то появление на скрининг действительно очень важно. Итак, безусловно, скрининг влияет на выживаемость. Здесь вы можете увидеть наши результаты по смертности. Если мы сравним результаты со скринингом или без скрининга, то люди, которые приходили на скрининг, имеют на 30% меньшую смертность, чем те, которые не приходили на скрининг. Мы знаем, что эти показатели вызывают большие вопросы. И, безусловно, нам нужно стремиться к сокращению смертности. Нам удалось сократить смертность на 10%. Это цифры, на которые нужно ориентироваться, потому что это данные, которые были собраны за несколько лет. Помимо этого, мы проводим программы скрининга, стараемся делать скрининг как можно большего количества людей. И для того, чтобы этого достичь, мы разрабатываем программы и ожидаем, что сокращение смертности будет присутствовать у нас в стране. И смертность сократится еще на 30%. Момографию нужно проводить раз в два года. И такие программы повсеместного скрининга начались в 1999 году. И мы сделали скрининг порядка двух миллионов человек. И сначала мы стремились к тому, чтобы врачи сообщали эту информацию. Но мы столкнулись с определенными сложностями, потому что в течение этого периода не все женщины приходили на прием по клиническому осмотру состояния груди. И только у некоторого процента женщин был сделан ультразвуковой. Анализ, маммография – это тоже еще один метод, но нам не хватало рабочей силы. И именно поэтому мы использовали подход, основанный на оценке риска. Мы хотели определить женщин, у кого высокий риск, у кого низкий риск. И правительство хотело заняться скринингом только половины женщин. Поэтому мы разделили их на основании информации, которую собрали. И в первый период мы использовали нашу систему оценки риска и отправили женщин на маммографию. А маммография скрининга был разделен, по сути, на три этапа. И здесь на слайде вы можете увидеть результаты скрининга. Посмотрите на то, как мы проводили ППП, самый маленький показатель. Здесь вы сами можете увидеть, сколько процентов приходится на маммографию. И маммография увеличила ППП практически на 5%. C, B, E здесь имеет самый маленький процент по определению заболевания. И благодаря маммографии мы увеличили результаты диагностики на несколько процентов, что касается рака груди у женщин. Дальше, если вы посмотрите на стадии по разным периодам, то вы можете увидеть стадию 2. И здесь пропорция, по сути, уменьшилась с 57% до 47% благодаря маммографии. Итак, мы можем сравнить два периода времени с 2004 по 2009 и с 2010 по 2012. Несмотря на то, что по ППП показатели увеличились, то процент определения рака также увеличился с 4.43 до 5.41. И мы проводим информационно-пропагандистские программы среди женщин и организуем программы маммографии для женщин в больницах. Все это способствует увеличению количества определения рака груди и колоректального рака. Итак, мы начали эту программу. И мы хотели сравнить результаты этого скрининга с результатами исследования CBE. Но мы столкнулись с кое-какими сложностями, потому что у нас были разные программы, по сути, 2 или 3. Их нужно было объединить и найти хороший баланс, разделить женщин на 3 группы, как я уже говорила. И здесь, в моем слайде, вы можете посмотреть на результаты. Мы сократили смертность на 41%. И что касается рака полости рта, в 2001 году мы сделали, опять же, исследование в нашей стране. И проводили вот такие исследования в Тайване. Мы использовали исследования при помощи синего Тулудина. Правительство способствовало проведению таких инспекций. И сейчас мы проводим только скрининг, а Тулудин синий уже не используем. С 2004 по 2009 году мы провели скрининг более 2 миллионов человек. И здесь вы можете увидеть общий процент. Это практически 91. Если вы посмотрите на процент определения заболевания, то вы можете увидеть эти показатели на слайде. Если вы посмотрите на PPP, то показания варьируются среди тех людей, которые курят и не курят. Среди курильщиков процент больных намного выше. Среди всех типов рака мы выделили пропорцию определенных типов рака. И определили конкретные тенденции, тренды. Не обнаружили каких-то значимых различий. Сначала люди были просто шокированы. И говорили, что программы скрининга вообще не имеют никакого смысла. Но нам нужно быть очень внимательными. Потому что наша задача это не просто найти рак на ранней стадии. А найти и злокачественные опухоли, которые нужно обнаружить процент людей, заболевших раком полости рта. Если вы посмотрите на заболеваемость, то здесь вы можете увидеть определенные тенденции. И процент заболеваемости раком полости рта ниже, чем другими типами рака. И здесь на слайде вы можете увидеть общую смертность от рака полости рта среди тех, кто приходит на прием и не приходит здесь. Опять же, есть определенные различия. Итак, мы видим, что мы сократили смертность от рака полости рта практически на 30%. И сейчас наша программа скрининга уже покрывает 60% населения. Но по-прежнему мы считаем, что у нас довольно низкий процент скрининга. Мы, конечно, хотим увеличить количество людей, которые проходят скрининг. И, безусловно, это большой вызов для нас. Мы считаем, что одна из сложностей – это межскрининговая карцинома. Поэтому нам нужно работать и дальше, работать в разных регионах, проводить образовательные программы, улучшать качество скрининга. И, безусловно, нам не хватает рабочей силы. В завершении я хочу сказать, что мы сократили колоректальный рак, смертность от него на 10%. И мы ожидаем, что сможем сократить смертность еще дальше при помощи своевременного скрининга. Что касается маммографии, раз в два года, то благодаря маммографии мы сократили смертность на 41% от рака молочной железы. Что касается рака полости рта, то здесь мы сократили смертность на 28%. Все, на этом я закончила. Спасибо. Хорошо, большое спасибо. У нас есть время на вопросы. Пожалуйста, задавайте. Есть вопросы? Нет, вопросов нет. Большое спасибо за презентацию. А, нет, есть вопрос. Да, есть вопрос у нас. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, Вы упомянули не раз, что в некоторых случаях, ввиду того, что скринированные группы были слишком широки, Вам пришлось использовать систему оценки риска для того, чтобы сократить эти группы и персонализировать скрининг. Я так понимаю, это казалось как бы ракомолочной железы. Какие критерии Вы использовали для оценки факторов, какие факторы риска Вы использовали для оценки группы риска, которые необходимо проводить в скрининг ракомолочной железы? И этот же вопрос касается в том числе и колоректального рака. А сколько Вы пытаетесь... Я смотрю, у Вас как бы все очень неплохо информатизировано, и по идее это основа для возможной персонализации скрининга дальнейшей. Насколько Вы планируете дальше использовать персонализацию скрининга с тем, чтобы делать его более эффективным? Это два вопроса сразу. Да, большое спасибо за вопрос. Так, короткий ответ, пожалуйста. Что касается первого вопроса. У нас есть действительно разделение людей. Мы проводили такое разделение с 2001 по 2003 год. Мы используем информацию из предыдущего периода, то есть с 1999 по 2001 год, и оцениваем риски, и затем используем нашу тайваньскую систему баллов для того, чтобы понять группу риска. А что касается колоректального рака, мы делаем скрининг всего населения целиком. Что касается персонализированного скрининга, да, мы действительно думаем о том, как персонализировать скрининг. У нас есть уже кое-какие идеи, но с практической точки зрения, как это реализовать, мы еще не знаем, мы еще ждем решения от правительства.